Привет, друзья! Так приятно было, что Новый год наступил, и начинаются новые и даже неожиданные приятности, а это у меня волшебное зеркало. Как ключу, комплименты мне идут, благодарности мне идут за ролики, которые мы делаем в нашей школе Человек будущего Homo Futurus. А тут я разговаривал с Евгением Дикман из Германии, наш психолог, с которым мы 20 лет назад ещё в Санкт-Петербурге или в Питере тогда называлось, не помню, делали фильм. Да, она сейчас живёт уже давно в Германии. Да, и она говорит, слушай, у тебя такой великолепный ролик был вот недавно совершенно на бесплатном ликбезе для всех. Там ты предлагал, говорит, упражнение вращения, волчок. Волчок, это ты, говорит, сказал вот так вот. Ты, говорит, сказал, встаньте, пожалуйста, полминуты или буквально один оборот сделайте вокруг своей оси. Ну, предварительно внимательно глядите пол, чтобы тапочек, допустим, не попал под ногу, и вы не упали. Да, ты, говорит, сказал, один оборот сделайте буквально аккуратно, а потом сядьте, да, и мысленно сделайте вращение. И мне, говорит, так понравился такой подход, что сначала опробовали кусочек упражнения, ключа. Медленно, спокойно, осмотрительно, потому что у людей-то много разных. Есть и больные, и здоровые, и молодые, и те, которые так быстро вращаются, и на коньках катаются, а есть такие, которые один раз шевельнутся и упасть могут. Поэтому ты правильно, говорит, сделал. Ты, говорит, сначала сказал, один маленький оборот сделайте, а потом сядьте и мысленно приставьте вращение. И там сразу стали писать, говорит, а у меня голова закружилась, а у меня, вот, видишь, сразу обнаруживается вегетативно-сосудистая дистония и головокружение, и у кого там нервное напряжение, а у кого-то паники были, сразу паники включились, да. Ну, потом ты там сказал, что нужно делать, чтобы паники убирать, но сам подход. А я говорю, ты представляешь, а у нас АКО, АКО из Америки, тоже из России, она там в Америке давно живет, она же предлагала тоже такой же вариант, только не с вращением, она предлагала, и в книгу нашу новую попала, она же предлагала, чтобы левитационные движения, которые человек не может сразу сделать, вот он, допустим, пытается представить, что руки расходятся в разные стороны, пытается найти образ, что они расходятся, а плечо, например, зажатое, и они не идут. И вот это состояние сброса напряжения не происходит, потому что эти упражнения левитационные, они сбрасывают это напряжение, не происходит. И она предложила, Мария АКО предложила, чтобы человек сидя мог сначала сделать, прикрыл глаза и вообразил себе мысленно, что руки у него, руки у него расходятся. И когда он добьется мысленного производства этого упражнения, руки пошли там в уме, в уме. Да, то есть он преодолел психологический барьер, а потом он может встать и спокойно представить, что они расходятся, они расходятся. Вот такой подход, это мне Дикман все говорит, как здорово, как здорово, вот такой подход начал формироваться. Это действительно элементы ключ-2, друзья, да. Когда можно мысленно воспроизвести какое-то действие, идиомоторное, вот это вот левитационное, или вращательное, или еще какое-то, например, то, что вы на мостик становитесь, ну, об этом не будем сейчас говорить. Сейчас не будем говорить, а то кто-то мысленно сейчас воспроизведет, как он на мостик становится несколько раз, пробьет психологический барьер, встанет мысленно на мостик, с килограммом там, например, 150, а потом встанет и реально возьмет мостик и сделает, будучи неподготовленный физически. Ко всему этому надо все-таки настраиваться, готовиться. Ладно, ладно, друзья. Итак, Евгений Дикман, тебе привет большой. Ты у нас хороший специалист, психолог, занимаешься и ключом 2, и много чего делаешь, и статью сейчас готовишь там в журнале на немецком языке. Привет тебе и всем участникам школы Человек Будущего, Homo Futurus. Пламенный привет. До встречи. Следующий ролик тоже будет очень интересный. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»